Продолжение следует... 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 Однако на фоне этой терапии у пациента появляется клиника сердечной недостаточности, одышка, отеки нижних конечностей, и он попадает снова для обследования к кардиологу. По данным электрокардиографии описывают нам асимметричную гипертрофию межжелудочковой перегородки, и также, если мы посмотрим, виден низкий вольтаж зубцов на электрокардиограмме. По данному УЗИ сердца выявляется утолщение межжелудочковой перегородки до 26 мм, утолщение задней стенки левого желудочка и низкая фракция выброса, и высокий уровень НТПР-БНП как маркера повреждения миокарда при нормальном уровне тропонина Т. Пациенту выполняется МРТ сердца, где выявлены признаки рестриктивной кардиомиопатии. Мы видим толстую межжелудочковую перегородку и дополнительное наличие поливрального выпута у пациента. И для верификации причины рестриктивной кардиомиопатии пациент направляется на биопсию миокарда, где выявляется в стенках артерии эндокарди отложение амилоидных депозитов со специфическим свечением в поляризованном свете. Также в институте Ильича Мечникова нам пишут заключение, что нет данных за транстилитиновый амилоид, есть депозиты свободных легких цепей. Таким образом, пациент с подозрением на системный амилоидоз попадает в декабре 2015 года в 1-й Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Академии Копалова и поступает в клинику нефрологии. При поступлении гемограммы без отклонений уровень кальция, альбумин и ЛДГ в пределах нормальной значения, бета-2 немножко повышен, 3,8, нормальный уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации. Со стороны сердца мы видим опять же увеличение сердечных кардиомаркеров, уже рост тропанина и клинические, это клиника сердечной недостаточности на уровне 3-го функционального класса. Со стороны почек мы видим суточную потерю белка 3 грамма, это уже нефротический уровень протеинурии за счет альбуминурии. Печень увеличена 15,8 см при нормальном уровне щелочной фосфатазы 10-го фактора и нормальных показателей калагулограммы. Таким образом, чтобы подтвердить диагноз, наши нефрологи по стандартному алгоритму не выявляют наличие признаков плазмоклеточной дискразии, помутируют пациента в медлограмме низкое количество плазматических клеток, амбирантный иммунофенотип, поломок кариотипа не выявлено при стандартном кариотипировании, фишеследования неинформативно с учетом низкого количества плазматических клеток. По данным иммунофиксации парапротеинной сыводки крови и мочи не выявлены. По данным анализа на свободные легкие цепи методом Freelight выявлено увеличение свободных легких цепей лямбда с нарушением соотношения капа лямбда. Возможно, уровень цепей не был не такой высокий за счет длительного приема пациентов глюкортикоидов. Также выполняется низкодозная компьютерная томография всего тела. Для исключения диагноза множественной меломы мы уже видим две остеодеструкции. Больше 5 мм по 7 мм. Это затылочная кость и правая лопатка. Из-за того, чтобы пациент не предоставил каких-либо блоков предыдущих биопсий, в том числе биопсии миокарда, нефрологами, выполняется биопсия почки для подтверждения поражения почки в рамках множественной меломы и подозрения на системный эльмилайдоз. Выявляется отложение конго-позитивных масс опять же в стенке артерий. Моногистохимическое исследование дает положительный продукт реакции на лямбда цепи. Также выполняется аспират подкожного жира в отделении нефрологии для выявления также амилоида. И там тоже присутствует конго-позитивная масса со специфическим свечением. Вот это представлена низкодозная компьютерная томография со стеодеструкциями в черепе. Это компьютерная томография легких, на которых обращает на себя внимание досторонняя мозаичность легочного рисунка. И нам рентгенологи описывают перфузионные нарушения, что, возможно, также связано с поражением сосудистого русла в легких, которые давали периодические легочные кровотечения у данного пациента. Также для оценки общей распространенности амилоида поражения миокарда выполняется ахография в режиме strain с определением продольной деформации миокарда. И выявляется типичная картина поражения сердца в рамках амилоидоза. Это картина бычьего глаза, где в центре сохранная сокращающаяся верхушка сердца, а остальное слаборозовое окрашивание – это отложение амилоида в сравнении с другими нарушениями сократимости миокарда при апикальном инфаркте, где не сокращается верхушка, либо при различных вариантах гипертрофических кардиомиопатий. Таким образом, у пациента устанавливается диагноз симптоматическая множественная милума, лямбда-СС2, РСС2, остеодеструктивный синдром череп-лопатка и системный амилоидоз с поражением сердца 3-й стадии, почек 1-й стадии, легких и мочевого пузыря от ноября 2015 года. Стадирование проходило по стандартной прогнозической системе клиники МИО и европейской системе стадирования, согласно которому пациент входит третью группу по поражению сердца с общей выживаемостью в такой группе 4-6 месяцев. И по почной системе стадирования, которая определяет риск диализа в ближайшие 2 года, пациент попадает в первую группу риска, у которого риск диализа 0,3%, то есть довольно низкий. Это наши данные по выживаемости пациента в зависимости от стадии поражения сердца и почек. Мы видим, что пациенты с первой стадии поражения сердца погибают у нас в основном в течение первого года от момента диагноза. Пациенты с первой стадии поражения почек имеют довольно хорошую выживаемость. Всего у нас за последние 15 лет прошло через наш центр 175 пациентов с системным эллимилой дозом. Таким образом, пациенту начинается риск адаптированная терапия с учетом тяжелого поражения сердца в клинике сердечной недостаточности. Начинаем терапию с малого доста вилкидексометазон. Пациент получает 5 курсов с января 2016 года с большими перерывами. Получает их он по месту жительства под наблюдением нефролога. И в мае 2016 года он приезжает на рестадирование, достигнет полный гематологический ответ в виде нормализации уровня свободных легких цепей лямбда. И парапротеин также отсутствует в моче. В декабре 2016 года у него достигнут очень хороший частичный ответ по почкам в виде редукции суточной потери белка на 87% и очень хороший частичный ответ по сердцу в виде снижения уровня антепробин-бина на 77%. Уровень печени оставался прежним, но с учетом нормального уровня челочной фосфатазы увеличение печени рассматривалось в рамках сердечной недостаточности и венозного застоя, а не в рамках поражения печени системным алимилодозом. Тем пациент после пяти курсов пропадает из наблюдения, тем самым после перерывов терапии довольно длительного пациента попадает обратно в клинику нефрологии в мае 2018 года с клиникой декомпенсации хронической сердечной недостаточности. По данным УЗИ сердца мы увидим увеличение межжелудочковой перегородки, появление желудочков экстрасистолипа с данным суточного монитора. При этом уровень антепробиин-питра пониная оставались на прежнем уровне и также сохранялся очень хороший чрезвычайный ответ по почкам при нормальном уровне креатинина и в принципе довольно достаточном уровне скорости клубочковой фильтрации. С учетом общего соматического статуса также анализ на фрилайт не выполнен на тот момент для оценки гематологического ответа в связи с отсутствием реактивов у нас в клинике. С учетом прогрессирования по сердцу, но однако адекватно, в принципе, сохранного статуса пациента, принято решение о интенсификации терапии и подключении циклофосфана на фоне приема доксициклина для снижения токсичности свободных легких цепей. И в октябре 2018 года мы видим очень хороший чрезвычайный ответ по сердцу с эндопробином снизу до 970 пикограмм в миллилитре. По почкам достигнут полный ответ, редукция практически с полностью суточной потерей белка с нормализацией скорости клубочковой фильтрации. Здесь выполняется анализ на свободные легкие цепи и мы видим сохранение нормального уровня лямбда цепей с отношением нормального капа лямбда. В миллилограмме 0,8% пазмотических клеток без аберрации иммунофенотипа. Таким образом, если отследить пациента от мая 2015 года, где он был абсолютно не кандидатом на проведение аутологичной трансплантации, после проведенной терапии у нас повторно встал вопрос, что может ли этот пациент рассматриваться для проведения аутологичной трансплантации с учетом низкого уровня тентепробин-П, нормального уровня тропонина-Ай, улучшения его сердечной недостаточности, нормализации фракции выброса и нормальной скорости клубочковой фильтрации, принято решение о проведении данного пациента аутологичной трансплантации. Аферез стволовых клеток производился на стабильном кроветворении в декабре 2018 года, заготовлено достаточное количество стволовых клеток. В марте 2019 года выполнена аутологичная трансплантация, режим кондиционирования с редукцией дозы мелфолана до 140 мг на м2. Пациент перенес трансплантацию с осложнением в виде панцитопении, фибрильной нитропении, мукозита третьей степени, с энтропатией, клепсиэлопневмония. Естественно, были проявления сердечной недостаточности на фоне инфузионной терапии. Восстановление по гемопоэзе достигнуто на 13-е сутки. На сотый день пациент прислал нам рестадирование, которое проводил по месту жительства, к сожалению, без анализа на свободные легкие цепи, потому что они выполняются только у нас и в гематологическом научном центре в Москве. И он прислал также антепробин-Пи, который отмечен, что он с небольшим нарастанием до 1600 пг в мл, что расценено как токсичность режима кондиционирования, и мы ожидаем дальнейшее снижение его. Нормальный уровень тропонина, снижение размеров межжелудочковой перегородки, и также сохраняется практически полный ответ по почкам. В настоящий момент пациент получает поддерживающую терапию линолидомидом с адоксициклином для снижения токсичности легких цепей и изолидроновую кислоту как профилактику остеодеструктивных усложнений. Спасибо за внимание. Спасибо большое за презентацию. Глубоко уважаемые коллеги, кому угодно задать вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы. Если нет вопросов, я предоставляю слово патологу, эксперту, профессору Вадиму Валентиновичу Байкову. Спасибо Александре. Она сохранила в точности все знаки припинания, которые должны иллюстрировать элемент диалога, который может состояться между клиницистом и патологоанатомом, и крайней неуверенности того и другого в конечном результате этого мероприятия. У меня, к счастью, из всего, что это был, я имею в виду экономию времени, поэтому, к счастью, был только один морфологический эпизод мне доступен, это биоптат почки. И в связи с этим мне бы хотел сосредоточиться даже не на диагнозе, хотя, откровенно говоря, у меня есть вопросы к диагнозу, к тому, насколько он прямо точно-точно соответствует критериям ВОЗ, потому что мне кажется, что критерии диагностические в редакции 2017 года начинаются с клональных плазматических клеток 10% или плазмацитома в трепанобиоптате. Как-то я не наблюдал ни того, ни другого. И все остальное можно считать подтверждением крабы, не крабы и разные там критерии злокаченности только в том случае, если основной критерий выполнен. Поэтому миелома это или не миелома. Ну, в общем, у меня есть еще так сказать, я промежуточное звено, клиницист, эксперт, окончательное звено. Вот я надеюсь, что он как-то диагноз прокомментирует. А я бы хотел прокомментировать в основном вот множество тут разных эмоций выраженных в заголовке, а именно кто, как диагностирует амилоидоз и что нужно для того, чтобы амилоидоз диагностировать на морфологическом материале. Потому что пусть меня извинят все присутствующие и неприсутствующие здесь патологоанатомы, но в стране нет ни одной лаборатории, включая нашу, которая бы все делала по правилам. Ни одной нет. Мы кое-что можем, если очень постараемся, но это может быть было бы более эффективно, если бы был специальный человек, который там 25 амилоидоз в год диагностировал бы наставку, ездил бы по всем местам в Петербурге и области, искал бы там лазерный микродисектор, а там аппарат для мальдитов, а где-то еще конфокальный микроскоп, а где-то еще что-нибудь, и вот он бы этим занимался и получал бы за это деньги. А у нас нету таких людей, хотя возможности, так сказать, рассеянные в пространстве, они существуют, и ни в одной лаборатории нет таких людей, а центры, которые у нас как бы формируются по диагностике амилоидоза, они основаны в основном на представлении клиницистов о том, что амилоидоз можно диагностировать с порога. Вот входит пациент, сидит умный клиницист метрах в десяти от него, и сразу диагностирует амилоидоз. То-то мы потом, когда сравниваем, знаете, есть такая старая история в патологоанатомическом отделении, расхождение, совпадение диагнозов. Вот как-то итоги этого анализа не очень-то поддерживают мысль о том, что амилоидоз можно ставить с порога. Ну, вот давайте вернемся к нашему биоптату. Здесь замечательный биоптат. Вы видите, что это кусок почки, вполне себе репрезентативный. Там есть и клубочки, и канальцы, и вот целые кучи каких-то... Ой, а я все правильно делаю? Или я все неправильно делаю? А, правильно. Вот целая куча каких-то сосудов с каким-то еле бледным белком, которые наверняка не амилоид, потому что так обычно выглядят сосуды при каких-то вторичных нефропатиях, например, лекарственных, может быть, даже вряд ли при гипертонической болезни. Есть интерстициальные вот такой вот фибросы, видите, здесь, и здесь. И, к сожалению, так бывает. И это, между прочим, очень важное ограничение. Мы же анализируем разными способами ткань в разных срезах, то есть мы анализируем разную ткань. Тот сосуд, который мы, например, нашли и хотим на него посмотреть внимательно, раз, а он в следующем срезе, где у нас конга или что-то, пропадает, и ничего нет. А как мы будем сравнивать? Сравнивать невозможно. А когда мы делаем капу лямбду и еще десяток всяких реакций моногистохимических, то и этого нет, того, что было в конге, и вообще непонятно, что делать. Ну, в общем, так скажем, никакого амилоидоза здесь глазом особенно не видно. Давайте посмотрим дальше. Вот это эти самые сосуды, а вот тот, который большой, вот в этом среде отсутствует, а вот он здесь присутствует. Ну и что? Ну, нету здесь пока никакого амилоида, а других крупных сосудов в этом образце, в этом срезе почки нет. Вот примерно такая нерадостная история в обзорных препаратах. Ну, следующим этапом, конечно, конга. Это только кажется издалека, а, покрасим конга, будет сразу виден весь амилоидоз. Знаете, можно по заказу, хотите амилоидоз, будет амилоидоз, не хотите, не будет, подержим там на сколько-то секунд подольше, будет, подержим сколько-то поменьше, не будет. Ну, в общем, это все требует какой-то жуткой, жесткой и просто, я не знаю, невероятно такой железобетонной стандартизации, только тогда можно о чем-то говорить. Вот слева сосуд, возможно, это тот, который я показывал, но нету здесь ничего, ну, вот как ни крути, нету и нету, а вот здесь зато есть, вот помните эти кучу сосудов, там же не было вот этого большого сосуда, потому что он не попал в срез, а здесь попал, а как он выглядит в гемотоксилине, никому неизвестно, но вот здесь что-то конгой красится, и вот здесь тоже красится, причем вот это вот диффузное окрашивание мне не очень нравится в отношении амилоида, а вот такие вот глыбочки, они вполне возможно, и вот особенно здесь, вот эти глыбочки, они вполне возможно соответствуют тому, как должен выглядеть амилоидный белок, если мы немножко передержим, то конгой будет краситься все, вся строма, там какие-то включения, пятая, десятая, и что делать, это все амилоидоз нет, я предложу потом вариант, которым мы сами пользуемся исключительно редкою, мне даже пришлось картинки набрать откуда-то, но кое-какие картинки мои там тоже будут, значит, есть еще один подход, это, конечно, поляризованный свет, и вот когда apple green by refrings, значит, свечение там цвета зеленого яблока в кавычках, на самом деле это все очень давно, это все было разработано даже не на тему амилоидоза, это были какие-то там окраски нервной ткани, и мы почему-то свято верим в то, что вот это конго, это наше все, на самом деле конго, это такая вещь в себе, которая иногда красит амилоид, иногда красит неамилоид, иногда дает зеленое свечение, иногда дает опаловое свечение, но вот единственное, что когда ничего не светится, то, наверное, там нет оснований даже подозревать амилоидоз, но здесь вроде светится, и вроде это даже яблоко, хорошо, есть еще одна картинка, но довольно трудно автоматом, микроскопом снимать поле в поляризованном свете, поэтому фон разный, но вот, ну, яблоко, наверное, ну, то есть тинкториальные и светооптические свойства амилоида тут, наверное, присутствуют. Теперь начинается самое интересное, это иммуногистохимия. Давайте делать иммуногистохимию с целью диагностики амилоидоза. Проблема в том, что мы очень любим иммуногистохимию, привязанную к структурам, ну, к мембранам, к цитоплазме или, например, к ядрам, тогда мы точно знаем, что если мы красим ТДТ, а у нас окрашивается сплошная цитоплазма, то это не ТДТ, а все, что угодно, и верить такой реакции нельзя. Например, и мы на нее даже внимания не обращаем. В основном, если только кто-то не варил ядра специально, так что из них все вытекло, поэтому надо переделывать, делать повторные реакции, чтобы убедиться, что вот эта вот странная реакция, она действительно артефакт. А амилоид это то, что заведомо лежит вне клеток. А компоненты амилоида, не буду сейчас вдаваться в подробности, они вообще растворены в жидких средах организма, и поэтому они пронизывают все в качестве такого, я не знаю, эфира, или там темной материи, или в общем чего хотите. В общем, пронизывают все, и поэтому на этом фоне выбрать что-то, чему мы верим, это очень сложно всегда. Ну, что-то красится, это вообще-то сывороточный амилоидный предшественник, это острофазовый белок, понятно, что там где-то что-то обязательно будет, но как-то не впечатляет, во всяком случае, вот стенка сосуда, и она не впечатляет, и потом амилоид-то не там, окраска не там, где было конго, а вот это транстеретин, это не совсем транстеретин, это фракция преальбуминов, а транстеретин он там наряду с другими белками. И чего, смотрим куда, ну, у нас только один тут выход, смотреть на сосуды, ну, сосуды, вот еще сосуд, и что, и вот здесь вот я даже не знаю, это да или нет, в общем, нужны какие-то специальные дополнительные исследования, которые позволили бы сказать, да, это или нет. Самое интересное, капа лямбда, значит, капа лямбда слева, капа лямбда справа, но на первый взгляд ничего особенного не видно, давайте посмотрим на некоторые сосуды в сопоставлении. Вот один сосуд, это параллельные срезы, которые, к счастью, удалось там как-то в одно место в поле зрения поместить. Значит, вот это капа, что-то даже такое ощущение, что немножко капы больше, чем лямбды, но я бы сказал, что здесь нет разницы. Ну, а если есть, то может быть, чуть капы больше, но это все не диагностические истории. А вот в этом сосуде, смотрите, такая лямбда, прямо лямбда вот здесь вот лежит, довольно густенько лежит, но капа тоже лежит в этом срезе, ну, не так густо, но все-таки есть она там. Но дело в том, что этот срез чуть толстоват, а на каждом стекле лежит два среза, один потолще, один потоньше. Вот мы, если возьмем капу потоньше срез, то тогда мы, конечно, можем сформулировать заключение о том, что в отдельных этих самых сосудах, ну, как-то можно более-менее с определенной степенью уверенности говорить о том, что лямбды вроде там немножко больше, чем капы в сопоставимых условиях. Ну, что сказать, я бы, конечно, не сформулировал на основании этого исследования диагноз так, как он был сформулирован в лаборатории, которая это исследовала, и я об этом сейчас говорю, потому что эта лаборатория знает о том, что я бы это не сформулировал так, но, к счастью, я не подписывал это заключение. А история заболевания такова, что есть ли амилоид в данном случае или его там нет, у нас есть еще миокат, в котором вроде как с точкой лаборатория Мечникова подписала амилоид, и вот самые убедительные для меня это картины миокарда, и причем в том числе функциональные тесты, потому что начиная от низковольтной ЭКГ и заканчивая тем, что было видно при ультразвуке, в том числе с контрастированием, я думаю, что амилоидоз это самая вероятная причина того, что мы видели, поэтому я сформулировал таким образом для нас сейчас, в стенках крупных нотариальных сосудов, очаговое отложение белка, с тенкториальными оптическими свойствами амилоида, конго плюс, надо было еще написать поляризация там всякая зеленая, и возможно принадлежности амилоида к ИГЛ лямбда типу, вот это на мой взгляд то, на что я могу подписать, а подписать, что я вижу железобетон на АЭЛ амилоидоз, я не могу, потому что я его не вижу, но может быть это у меня дефект такой врожденный, задачи морфологической диагностики очень просты на первый взгляд доказать наличие и определить вариант, доказать наличие это конечно в основном где-то с участием конго, вот это препараты, которые я давно для какой-то презентации попросил у Василия Георгиевича Сиповского, он мне с радостью их отдал, и вот смотрите, вот здесь по-моему без вариантов, конго амилоидоз, лямбда 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 с капа тысяча к одному нет проблем единственное что странно что капа как-то не красит фон, потому что легкие цепи как и тяжелые впрочем это вот тот вариант иммуногистохимии когда фон приветствуется потому что если фона нет то это значит что что-то там с чувствительностью методики не так потому что все растворено везде и все должно как-то окрашиваться и между прочим одно вот это сопоставление конго с лямбдой там и всем остальным уже позволяет делать определенные выводы в определенной ситуации смотрите вот то что было в лямбде теперь в капе вполне убедительно лямбда ну существенно меньше то есть можно считать что вообще в мизангиуме там практически нет никакой реакции но нет и конго и что это амилоидоз не амилоидоз вот так и надо заключить что это не амилоидоз а болезнь сопряженная с отложением моноклональных иммуноглобулинов например ну вот как-то так значит сопоставляем конго и гистологию и иммуногистохимию очень важно особенно в ситуации когда конго слишком много понять какой конго лишний а какой действительно красит амилоид и уже давно известно что конго когда он концентрированно собирается на амилоидных фибрилах он дает аутофлюоресценцию то есть не надо ничем красить надо просто поставить в поляризованный свет и мы получим вот такую картинку это относительно недавняя работа между прочим из Киля и мы в общем имеем основание ей доверять но когда дело доходит до сопоставления конго и каппы с лямбдой причем они начали это с чего что они использовали два антитела к каппе два антитела к лямбде и вот в лямбде получили реакцию с обоими антителами с обоими антителами а в каппе только с одним и вот хотели разобраться какой из них соответствует все-таки локализации конго позитивных масс вот они сделали флюоресценцию справа отметили где конго а потом вы знаете из этих картинок они сделали вывод такой что лямбда ровно там где конго вот я смотрел на эти картинки смотрел я не понимаю как это каппо не там где конго а лямбда там где конго не понимаю тем более что это вообще другой срез ну не знаю в общем сложно сложность опять в том что срезы разные а реакции мы должны сравнивать по структурно ну еще одна такая задачка представьте себя на месте патологоанатома биоптат клетчатки жировой обычная история покрасили конгой конго покрасили где амилоидос наверху или внизу где конечно внизу кто бы сомневался а вот если мы посмотрим флоресценцию то окажется что вот это вот невнятное нечто наверху оно светится а то что внятное внизу это просто какой-то сгусток конги который ни с чем не связан поэтому такое количество подводных камней что я бы ну я не знаю как вообще в наших условиях ставить диагноз амилоидоза значит это два слова про почему такие сложности с диагностикой иммуногистохимической ну почитайте ошибкой было бы считать что амилоид аэль всегда один и тот же у каждого пациента амилоид аэль всегда разный потому что вот эти вот эта адаптация амилоидных фибрил превращение этих слепков из бета-структур в амилоидные фибрилы так что бета-структуры лежат поперек вот так а потом ходит там всякая протеаза которая торчащие значит вот эти вот вихры за пределами этих фибрил она просто их вот так вот обрезает как ножницами так она то так обрезает то сяк обрезает в итоге то амилоидная фибрила весит 8 килодальтон то 30 понятно что это разные амилоидные фибрилы совсем разные амилоидные фибрилы ну вот амилоид считается что мы можем исключить иммуногистохимические АА и ТТР в основном но надежные результаты при АЭЛ получаются не более чем в 60 а может быть даже 50 процентов наблюдений и вот причина в сыворотке жидких срезов утрата эпитопов потому что все обрезано возможность перекрестных реакций особенно этим известно легкая цепь ЭЛ и наконец возможность смешанных формами лаидоза ну давайте не буду про это говорить чтобы время сэкономить что может помочь ну вот тут начинается из области в принципе возможно но как бы это организовать так чтобы это работало на постоянной основе хочу напомнить что амилоид это F-компонент 95% тот который придает своеобразие P-компонент 5% это сывороточные амилоидные предшественники которые стабилизируют и прочее и прочее который похож на ЦРБ между прочим и всякие минорные добавки то есть в этой фибриле или грануле отложение амилоида вот она есть всегда F и P и можно попробовать сыграть на колокализации если окажется что F-компонент и P-компонент локализованы в одном и том же месте то тогда вероятность что это амилоид становится очень высокой таким образом диагностика амилоидоза сложная задача требуется междисциплинарный подход требуется комплекс методов морфологического исследования и необходимы в еще большей степени чем обычно в гистохимии дублирующие реакции многочисленные позитивные негативные контроли спасибо спасибо большое Вадим Валентинович Анатольевна пожалуйста пожалуйста спасибо большое Вадим Валентинович за ваше яркое выступление немножко в плане негативизма я даже базара вспомнила я должна сказать хотя бы две минуты хотя понимаю что времени нет у нас создано два отделения помноженной милоиды плазмоклеточной дискразии и определение милоида одна из наших насущных задач значит что мы делаем по нашему опыту во первых мы имеем стандартизированную методику конго-красным гистохимическую второе оценка очень четкая при использовании поляризованного света у сотрудников стоит микроскопы третье иммуногистохимический капа лямбда мы отказались от этой методики это все достоверно вот эти бледно-желтые разводы то ли не есть то ли их нет абсорбция белка слишком сильная для того чтобы достоверно что-то доказать и только в том случае если есть плазмоклеточный компонент вот тогда мы верим капа и лямбда и мы можем определить рестрикцию капа лямбда пусть даже это будет минимальный изрелоклеточный плазмоклеточный компонент но это действительно возможно иммуногистохимически аморфная масса амилоида недостоверна определением иммуногистохимическим способом с использованием обычных антител капа лямбда для этого существуют альтернативы первое это нативные кусочки пусть это будут гиподермы или слизистой прямой кишки как это обычно берут или десны и мы осваиваем уже освоили методику свежезамороженных срезов использования флоресценток антител еще один метод с использованием фиксированного материала в блоках это обработка протолитическими ферментами а уже потом взаимодействие с совершенно другими антителами ну вот если коротко амилоид все-таки мы должны в патонотомии уметь или стараться определять спасибо большое Алла Михайловна от крика души патологов переходим к оценке клиницистов я с большим удовольствием предоставляю слово Максиму Валерьевичу Соловьеву это Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава Москва глубоко уважаемые коллеги разрешите остановиться в рамках отведенного мне времени организаторами экспертизы этого случая поскольку как мы уже поняли из доклада Валентиновича разговаривать об аэлемилой дозе можно очень долго иногда наверное несколько недель я также остановлюсь на одном заболевании это аэлемилой доз и мой доклад будет посвящен трансплантации отологичности клеток крови при аэлемилой дозе поскольку я тоже считаю что согласно критериям ВОЗ первично все-таки при установке диагноза множественной милом является морфология то есть количество плазматических клеток а потом уже симптомокомплекс краб и тогда мы вправе устанавливать диагноз множественная милома очень тезисно в отличие от множественной миломы аэлемилой протекает с небольшим количеством плазматических клеток важной особенностью этих клеток является избыточная продукция неустойчивых свободных легких цепей экспозиция скрытых эпитопов этих свободных легких цепей способствует их агрегации и мы видим прямую тканевую токсичность которая реализуется в виде поражения сердца а повреждения органов реализуется вследствие отложения волокон амилоиды основные повреждения переставлены на слайде это отеки это парабитальные кровоподтеки это макроглосия дистрофия ногтей инфильтрация мягких тканей рук очень важно на сегодняшний день стадировать аэлемилоидоз не только для оценки прогностической роли стадии но и для выбора подходящей противоопухолевой терапии или терапии системного аэлемилоидоза на данном слайде представлены основные системы стадированные классификации это МИО-2004 европейская группа пересмотренная классификация МИО-2012 эти системы стадирования базируются на основных параметрах это пробенпи или бенпи тропонин и свободные легкие цепи последняя система представлена в виде двух таблиц это рекомендованная система стадирования НССН на сегодняшний день она включает в себя три прогностических фактора тропонин его значение представлено на слайде пробенпи и разница отмечу вам не соотношение а именно разница вовлеченных и не вовлеченных свободных легких цепей при наличии каждого из этих критериев мы ставим один балл баллы суммируем и в случае если все три критерия присутствуют то мы ставим четвертую стадию заболевания в правой части слайда мы видим с вами отражение стадирования аэлемилоидоза при установлении четвертой стадии прогноза крайне неблагоприятный в отличие от первой второй иногда третьей стадии цели терапии аэлемилоидоза которые мы должны на сегодняшний день рассматривать цели основные две это получение гематологического ответа путем воздействия на небольшое количество тех самых плазматических клеток которые синтезируют свободные легкие цепи то есть наша цель снизить количество свободных легких цепей и вторая цель это достижение органного ответа о котором мы поговорим немного позже и так на сегодняшний день гематологический ответ это рекомендации НССН 2020 года мы в момент установки диагноза вновь должны задать себе тот же самый вопрос который мы задаем себе при установлении диагноза множественную имилом у пациента является ли пациент кандидатом на трансплантацию отологичных стволов клеток крови или не является в случае если пациент является кандидатом на трансплантацию у нас есть предпочтительные опции индукционной терапии это схема трехкомпонентная о которой мы также привыкли это схема бартезамиб циклофосфандексаметазон. Но используются и другие режимы ВД, ВМД, РД и МД. Если пациент не является кандидатом на трансплантацию, здесь две предпочтительные опции – схема ВСД или МД. Другие режимы также возможно применять. И посмотрите сноска, которую я специально привел. Если пациент не является кандидатом на отологичную трансплантацию в дебюте заболевания, рекомендуется провести переоценку после двух курсов терапии. То есть даже если мы в момент диагностики говорим, что пациент не кандидат на трансплантацию, после двух курсов индукции мы вновь возвращаемся к вопросу о возможности выполнения трансплантации отологичных столовых клеток крови. Теперь следующий вопрос. А кто же на сегодняшний день является кандидатом на выполнение трансплантации аутологичных целых клеток крови. Нужно отметить, что кандидаты на трансплантацию небольшое число пациентов, которых мы диагностируем, а системный АЭЛ-амилоидоз. По данным разных авторов, это не более чем 20% пациентов. И какие основные параметры мы должны учесть при выборе противоопухолевой терапии? Первое самое – это возраст. Вы видите, что кандидатом на трансплантацию является пациент малого с 65 лет, некоторые центры моложе 70 лет. И прямо везде такие ссылки при чтении литературы, посвященной АЭЛ-амилоидозу, рекомендуется все-таки в качестве кандидата на трансплантацию, если мы говорим о 70-летнем возрасте, то только в центрах, которые обладают серьезным опытом трансплантации аутологичных целых клеток крови больных с АЭЛ-амилоидозом. Это ЭКОК-статус менее 2, это систолическое артериальное давление более 90, просто в некоторых исследованиях более 100 мм ртутного столба. Цифры проби МП и тропонина также представлены на слайде. Скорость клубочков фильтрации более 30 мл в минуту, сердечная недостаточность 1-2 паниха, и вовлечение менее чем 2 органов при системном поражении. Соответственно, не кандидат на аутологичную трансплантацию, обратная ситуация, возраст старше, ЭКОК более 2, систолическое артериальное давление менее 90, цифра тропонина проби МП, вовлечение более чем 2 органов и нестабильное состояние хронической сердечной недостаточности. Теперь поговорим о рискодаптированной стратегии лечения АЭЛ-амилоидоза. Почему нам важно стадировать это заболевание? Существует несколько подходов, один из них представлен на слайде. В случае, если мы говорим о низком риске АЭЛ-амилоидоза, то есть МИО стадия 1, то пациент может рассматриваться в качестве кандидата на трансплантацию, она должна быть реализована. Если он не является кандидатом, то здесь две возможных схемы, это ВСД или ВМД. Промежуточный риск – это МИО стадия 2 или 3А. Проводим вначале индукционную терапию ВСД, и затем, если он является кандидатом, то выполняем трансплантацию отологичных столовых клеток крови, и при высоком риске, то есть стадии 3Б по МИО, мы должны использовать режимы на основе бортозамиба. Но вопрос есть, используя, скорее всего, только низкие дозы этого препарата. Важно во время лечения – это частая оценка ответа, поскольку достижение, как минимум, очень хорошей частичной ремиссии через 3 месяца от начала терапии – это цель лечения алиомилоидоза для предотвращения поражения дальнейшего органа. Если же мы не достигаем очень хорошей частичной ремиссии, то мы должны рассмотреть вопрос о смене программы терапии. Теперь несколько слов о трансплантации отологичных столовых клеток крови. Существует ровно одно рандомизированное исследование, в которое включались пациенты, и им выполнялась трансплантация отологичных столовых клеток крови в одной ветве, и во второй ветве они получали схемы на основе мелфолана в таблетированном виде. Но это исследование на сегодняшний день критикуется другими авторами в связи с тем, что отбор пациентов был недостаточно тщательный, и включались пациенты с серьезным поражением сердца, которые обеспечили раннюю летальность после выполнения трансплантации отологичных столовых клеток крови. Сегодня у нас есть информация о ретроспективных исследованиях, которые представлены на слайде. Наиболее крупные из них я выбрал. Это четыре исследования, которые были выполнены в таких крупных институтах, как Бостонский институт, МИО-клиника, МД Андерсон-канцерцентр. Период наблюдения за этими пациентами – 1994-2014 год. Число больных, которым выполнялась трансплантация отологичных столовых клеток крови, серьезное – это 607-400 пациентов, 174. И мы видим, что гематологический ответ, а нам важно достижение полной ремиссии заболевания при аэлемилоидозе, достигался в 40% случаев после выполнения отологичной трансплантации. И более существенные данные по органному ответу, который приближается к 50% случаев. И важно отметить раннюю летальность пациентов с системным аэлемилоидозом при выполнении отологичной трансплантации. Вы видите, что в отличие от множественной мейломы, летальность которой не превышает 2%, при аэлемилоидозе и трансплантации отологичных столовых клеток крови ранняя летальность, связанная с трансплантацией, достигает в некоторых случаях до 15%. И теперь поговорим об общей выживаемости. Если пациенты достигают полной ремиссии заболевания, то медиана общей выживаемости превышает 12 лет в исследовании Бостонского института. Мы ее клиник более 10 лет. 10 лет 56% МД Андерсон Канцер Центр. И медиана 11,3 года. То есть, в принципе, цель лечения аэлемилоидоза – это достижение полной ремиссии заболевания. Несколько слов о следующей цели терапии аэлемилоидоза – это, конечно, органный ответ. То есть, мы говорим о том, что мы должны убрать ту белковую массу, которая уже повредила органы и ткани. На сегодняшний день органный ответ на терапию ждать быстро не следует. На данном слайде представлена медиана времени достижения органного ответа, и она составляет 10,4 месяца, и разброс от 8,7 до 12 месяцев от начала лечения. Существует еще один экспериментальный подход, который ускоряет клиренс амилоиды с помощью иммунотерапии. Разработаны моноклональные антитела, которые связываются с белковыми массами, которые находятся в органах, и способствуют выведению этих белковых масс. На сегодняшний день уже начинаются исследования третьей фазы по исследованию этих моноклональных антител. Я бы хотел представить только исследование первой А и Б фазы. Это исследование, в которое было включено не так много пациентов, 18 больных. Здесь проводилась эскалация моноклональных антител. Но важно, что 67%, у которых было поражение сердца, ответили. В результате был отмечен органный ответ и у 50% ответ при поражении почек. И важно, что медиана достижения ответа составила 3 недели после использования моноклональных антител. Несколько слов о терапии рецидива фаэля-милоидоза. Это также рекомендации НССН. Первое. Повтор инициального лечения, если ремиссия продолжалась несколько лет. Вторым пунктом является возможность выполнения трансплантации автологичных стеллых клеток крови, если она не использовалась на предыдущих этапах. Новые лекарственные препараты, которые на сегодняшний день также рекомендуются НССН, это Даротумумаб, моноклональное антитело, иксозамиб в сочетании с дексаметазоном, это иммуномодуляторы, леноледомид и помоледомид. Также хотелось несколько слов отметить с целью детекции факторов неблагоприятного прогноза. У этого пациента мы понимаем, что когда-то случится рецидив, и хотелось бы обратить внимание на важность выполнения фиш-исследования. Транслокации 11,14 и 3 сами при системном аэля-милоидозе не являются хорошими прогностическими факторами, которые мы привыкли видеть при множественной мейломе. В левой части слайда представлены результаты общей выживаемости пациентов, с аэля-милоидозом которых определялась транслокация 11,14 или другие 3 сами, и мы видим, что в этом случае были получены наихудшие результаты. И также хотелось отметить, что количество плазматических клеток в костном мозге также является определяющим фактором. Это в правой части слайда исследования его результаты. Если у пациентов мы установили только аэль-амилоидоз, то результаты общей выживаемости были максимальны. В том случае, если определялось более 10% плазматических клеток в костном мозге и был доказан системный аэля-милоидоз, то результаты были сравнимы с наличием симптома комплекса КРАБ, то есть множественной мейлом. И резюмируя, я хотел бы отметить, что трансплантация – это эффективный метод лечения аэля-амилоидоза, однако он характеризуется высокой частотой летальных исходов в ранний трансплантационный период, и необходимо тщательно отбирать пациентов на этот высокодозный режим воздействия на опухолевые клетки, используя на сегодняшний день разработанные прогностические шкалы. В представленном клиническом наблюдении трансплантация могла быть выполнена на этапе первой ремиссии с учетом снижения антипроби-НП и тропонина после выполнения нескольких циклов бротезомиб и дексаметазон. То есть мы возвращаемся к тем рекомендациям, которые я сегодня представлял на ЦСН. После двух курсов мы должны рестадировать возможность выполнения трансплантации отологичных стволов клеток крови. И, конечно же, большое внимание, если не сказать определяющее, мы должны уделять количественной оценке свободных легких цепей у больных аэлемилоидозом, поскольку это ключевой параметр гематологического ответа, и это то, к чему мы должны стремиться при лечении этих форм заболеваний. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Максим Валерьевич. Глубоко уважаемые коллеги, можно 1-2, там, несколько вопросов в связи с недостатком времени задать сейчас. Или, вот вы знаете, мы часто говорим об мультидисциплинарном подходе, и следующий эксперт, клиницист, но уже нефролог, доцент кафедры нефрологии Российской медицинской академии после дипломного образования, доцент Елена Викторовна Захарова. Елена Викторовна, вам слово, и дальше, глубоко уважаемые коллеги, двум докладчикам, пожалуйста, можно задавать вопросы. Спасибо большое, я очень признательна за предоставленную возможность. Диалог гематолога с нефрологом – это всегда очень увлекательная вещь, и мы довольно много лет уже такие диалоги осуществляем. Ну, я вот коротко прокомментирую этот случай, но прежде чем осветить некоторые отдельные позиции, я бы сказала в целом вот такую очень важную вещь. Диагностика амилоидоза немыслимо без морфологической верификации, разумеется, как и диагностика других парапротеиномических поражений почек, о которых я скажу немножко дальше. И вот тут вот сомнения, касающиеся того, насколько вот эта конга – конга, насколько оно там цвета лососины или потом там яблочно-зеленое или какое еще, и вот тут вот капа светится при иммунофлюоресценции вот так, а фон вот эдак. Вот эти внутренние сомнения морфолога, которые, работая с некоторыми морфологами много лет, я прекрасно понимаю, это все-таки внутреннее дело морфолога. А дальше вот если морфолог выдает клиницисту ответ с комментариями и выражает там свои сомнения, вот это уже дело клинициста – понять, сложился пассианс или нет. Потому что если заключение морфолога даже со знаками вопроса и соговорками всех сомнений не сопоставляется, да, не складывается с клиникой, то клиницист говорит морфологу, знаешь что, давай ищи дальше, давай вот действительно с проназой, и это мы достаточно часто на самом деле говорим, давай попробуем, в конце концов, ну возьмем другую ткань или даже сделаем повторную биопсию, хотя этого всегда очень не хочется. У нас не состыкуется клиника с морфологией. А вот если клиника с морфологией состыкуется, то клиницист, пожалуй, даже готов будет пренебречь внутренними борениями морфолога и принять, так сказать, диагноз за клинически релевантный, да, за клинически сопоставимый. Ну вот с этими оговорками, с тем, что мы все-таки готовы, скажем так, отвергнуть сомнения и все-таки считать амилоидоз у этой пациентки доказанным, да, мы двинемся потихонечку дальше в отношении того, что именно, как именно можно прокомментировать. Как только что было сказано, амилоидоз – это системное полиорганное поражение, и многие его черты, к сожалению, протекают поначалу под маской, если можно так выразиться, разнообразных других состояний. И вот этот как раз случай, он прекрасно демонстрирует вообще трудности диагностики амилоидоза и большие задержки с диагнозом, связанные с неспецифичностью некоторых черт. Казалось бы, гематурия, кровоточивость слизистой мочевого пузыря при цистоскопии. Это вообще ни о чем. Да, мы исключили рак мочевого пузыря, да, мы не видим там никаких изъязвлений, псевдодивертикулов, конкрементов и так далее. И все! Что нам от этой кровоточивости слизистой? А между тем, и литературные данные, наш собственный, довольно обширный опыт, на который я сошлюсь попозже, говорит о том, что амилоидное поражение мочевого пузыря с кровотечениями, в том числе и очень тяжелыми, и в нашей клинике даже был один случай, фатального мочепузырного кровотечения, они на самом деле встречаются. Поэтому вот уже первый такой дебют в виде макрогематурии, конечно, очень для амилоидоза нехарактерный. Тем не менее, ретроспективно, да, мы понимаем, что, наверное, это вот оно и было. Плевритый одышка кровохарканья весьма возможно. Хотя амилоидное поражение легких гораздо более редкая история, чем амилоидное поражение почек и сердца. Мы говорим сейчас об аэль-амилоидозе, разумеется. Да, но тем не менее, это встречается. Ну, а дальше вот, да, ТЭЛА и инфарктная пневмония. Очень сложные про- и антикоагулянтные дела при амилоидозе ТЭМ тоже всем хорошо известны. В силу особенностей этого заболевания эти пациенты одновременно тромбируются и кровоточат, к сожалению. Но, по-видимому, ТЭЛА – это было отражение протромбогенного фенотипа этой пациентки, а уже инфарктная пневмония была ее осложнением. Однако вот гистология после плевректомии ничего не дала, ни амилоидоза, ничего бы то ни было другого. Поэтому эта ТЭЛА, эта инфарктная пневмония осталась вообще как бы за рамками диагностики. Минимальная протеинурия. Опять же вопрос, насколько это могло бы быть уже интерпретировано в рамках амилоидоза. На том этапе, конечно, нет, и на том этапе нефрологи биопсию выполнять не стали, хотя вот тут я бы уже сказала, что в настоящее время порог показаний к выполнению биопсии почки принципиально изменился. Если в 60-е годы биопсировали только нефротический синдром, а в 90-е годы биопсировали нефротический синдром и тяжелый нефритический, и быстро прогрессирующий, то сейчас на самом деле надо биопсировать любое непонятное повреждение, причем не только гламирулярное, но также и интерстициальное, и даже микрососудистые. И если придерживаться этой тактики, то много открытий чудных мы получим, и много интересных диагнозов, в том числе и связанных с парапротеиномическими поражениями почек, мы поставим. Поэтому, наверное, было неправильным не выполнить биопсию почки у человека, перенесшего телу и инфарктную пневмонию, и эпизод мочепузырного кровотечения. Наверное, диагноз мог быть поставлен уже тогда, и поймите меня правильно, это никому не в упрек, это просто комментарий. И вот идет дифференциальный диагноз. Параниопластический синдром логичный, воскулит логичный, туберкулез логичный, кардиомиопатия какая-то, да, логичная, гламерол нефрит, тоже в общем логичный. А дальше начинается терапия преднизолоном 15 мг в сутки, и тут надо сказать, что это, конечно, совсем никуда не укладывается, потому что нет такого воскулита, который можно было бы лечить 15 мг преднизолона в сутки. При диагнозе ансонегативный воскулит, что тоже вызывает, конечно, большие вопросы, потому что воскулиты известны какие, есть Чеппел-Хилловская классификация, и они бывают такие, 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 без гистологического подтверждения просто по факту неведомо какого воскулита три таблетки преднизолона, это, конечно, скажем так, не вполне адекватная история. И дальше двигается дифференциальная диагностика в сторону все-таки аэля-милоидоза. Мейлограмма 7%, никак плазматический клеток никак не согласуется с настоящей мейломой, вполне характерна для аэля-милоидоза. Электрофорез, иммунофиксация, на этот момент данных нет. Биопсия Дисны, ну, должна сказать, что биопсия Дисны очень малоинформативная история. Если говорить о биопсии тканей для диагностики аэля-милоидоза, то биопсия Дисны находится на сотом месте, да, по сравнению со всеми другими видами гистологических исследований, дает кучу ложноположительных и ложноотрицательных результатов, и, в общем-то, всерьез, скажем так, на уровне значимых исследований всерьез не рассматривается. И дальше, ну, по крайней мере, в той презентации, которую я вот видела, пересмотр операционного материала плевры и легких, плазмоцитарная инфильтрация. Ну, это уж никак с амилоидозом не согласуется, это уже должна быть все-таки мейлома хоть какая-нибудь, да, хоть тлеющая, хоть манифестная. Прошел 2014 год, наступил 2015, да, кардиограмма, вот как было показано на картинке, ну, вот если это не тампонада-перикарда, то это, конечно, амилоидоз, да, такое снижение вольтажа зубцов Р во всех отведениях. Эхо, рестриктивная кардиомиопатия, да, среди других причин рестриктивной кардиомиопатии амилоидоз, конечно, занимает лидирующее место, 30 норм про БНП, тяжелое повреждение сердца. Биопсия миокарда доказывает амилоидоз, но ничего нам вроде бы не говорит о том, какой он, а амилоидозов в настоящий момент известно более 36 вариантов, и даже почки, если говорить о поражениях почек, тоже 8, да, отнюдь не один. Гемограмма, ничего интересного, вроде бы не должно быть мейломной болезни, может быть, все-таки амилоидоз, еще одна мейлограмма, вообще 0,6% плазматических клеток, кальций нормальный, это опять против мейломы, при этом есть пара очагов разрежения костной ткани, это вроде бы в пользу мейломы, и вот к концу второго года диагностики, наконец, мы подходим к дифференциальному диагнозу более узкому, да, множественная мейлома или амилоидоз. Я хочу обратить ваше внимание на то, что два года подступов к диагностике аэлямилоидоза, это, к сожалению, печальная правда, и это печальная правда такова не потому, что вот это вот в России, где мы того не можем и этого не можем, а вот, скажем, несколько лет тому назад молодая женщина стояла перед каким-то крупным университетским центром в Соединенных Штатах в футболке, на которой было написано «Спроси меня про аэлямилоидоз», и стояла, и раздавала листовки врачам, да, потому что ее отцу четыре года не могли поставить диагноз аэлямилоидоза, а когда поставили, то тяжести полиорганного поражения была такова, что, возможно, была только симптоматическая терапия. Поэтому этот случай очень и очень демонстративен. Ну и дальше, наконец, да, продолжение 2015 года подкожный жир и почка, и все-таки это аэлямилоидоз, а не что-нибудь другое. Иммунофиксация парапротеина, не выявленная, это аэлямилоидоза, не исключает, потому что 20, примерно, процентов пациентов с аэлямилоидозом не имеют вообще никакого парапротеина, вообще совсем никакого парапротеина в крови. Диагностика совсем затруднительная. Дальше используется метод Фрилайт, который дает соответствующие результаты. Дальше делается иммунофенотипирование, аберрантный фенотип, который может наблюдаться в зависимости от количества клеток и при мейломе, и при аэлямилоидозе, и при других парапротеиномических поражениях почек. И, наконец, формируется диагноз, с которым я склонна была бы согласиться в том смысле, что этот диагноз рассматривает аэлямилоидоз как закономерное осложнение. Бывает аэлямилоидоз как самостоятельный вариант, теперь это называется мунклональная гаммопатия почечного значения. Бывает мейлома без всякого амилоидоза, а бывает аэлямилоидоз, осложняющий мейлому. И вот, значит, после двух лет диагностики происходит лечение, и совершенно понятно, что трансплантация стволовых клеток не была методом первого выбора с учетом полиорганного поражения и признаков тяжелой хронической сердечной недостаточности. И, соответственно, пять курсов, вполне стандартной для аэлямилоидоза терапии, полный гематологический ответ, очень хороший частичный органный ответ, как со стороны почек, так и со стороны сердца, и после пяти курсов прекращение терапии. И надо сказать, что если считать это то, что раньше называлось первичным аэлямилоидозом, то я бы сказала, что это тактика оправданная, потому что лечить больных с аэлямилоидозом, с полиорганным поражением химиотерапии – это очень тяжелая задача, и важно, чтобы они дожили до результатов нашей с вами химиотерапии, а не погибли от проявлений своего заболевания и осложнений этой химиотерапии. Поэтому вопрос, когда остановиться, в какой момент перестать проводить химиотерапию, чтобы не получилось, что лучшая враг хорошего, и что мы, желая углубить ответ, налетаем на то, о чем сегодня подробно так говорилось в первой утренней сессии, на осложнение иммунодефицита, а чудовищные иммунодефициты бывают у этих больных. Наверное, это оправдано. Если это миелома, то не мне вам говорить, конечно, трансплантация, наверное, должна была бы быть выполнена. И дальше, после двух-трехлетнего перерыва рецидив, и надо сказать, что это еще быстро. У нас есть пациенты с абсолютно очевидным аэлямилоидозом, без всякой миеломы, которые после курса химиотерапии живут и 5, и 7, и 10, и даже 12 лет. И вот у тех, которые выполнили 8-летний порог выживаемости, вот у нас уже два пациента с рецидивами. Поэтому, наверное, скорость наступления рецидива, опять же, не мне бы говорить, не вам бы слушать, но скорее в сторону миеломы, что все-таки это амилоидоз, осложняющий миелому, пусть индолентную, там, какую угодно. Слишком быстрый рецидив для амилоидоза. Ну вот, собственно, наверное, это все, что я могла бы сказать по конкретному случаю. И дальше я бы воспользовалась возможностью, если можно, вторую презентацию, следующую, немножко поговорить о том, что означает то, что раньше называлось первичным аэлямилоидозом, и какие бывают еще другие парапротеиномические поражения почек. Тем более, что, собственно говоря, пару месяцев тому назад вот этот вот консенсус по моноклональным гомопатиям ренального значения, в создании которого принимали участие ведущие нефрологи и гематологи Российской Федерации, и вот Ирина Владимировна Поддубная, очень большую помощь оказала рабочей группе, и многие другие, как здесь присутствующие, так и отсутствующие. И вот совсем-совсем недавно этот консенсус был опубликован в крупном нашем нефрологическом журнале от имени рабочей группы, в том числе от имени Ирины Владимировны, я позволю себе сказать несколько слов о том, в чем, собственно говоря, суть, и зачем этот консенсус нужен. Дело в том, что очень много лет, я не буду читать то, что написано на этих слайдах, это так просто, чтобы создалось представление, а скажу просто вот словами. Дело в том, что очень много лет эти пациенты, даже те, которые с тем, что называлось первичный аэлямилоидоз, проваливались в дырку между нефрологами и гематологами, потому что гематологи, естественно, нет критериев злокачественности, лечите ваши почки, ну или ваше сердце, там, или ваш, не знаю, периферическую нервную систему, автономную, желудочно-кишечный тракт, надпочечники и так далее. А лечить это чем? Это же химиотерапия, это маленький опасный клон, и концепция маленьких опасных клонов в незапамятные времена уже была создана, а все равно, да, нефролог хочет, но не может, может, гематолог может, но не хочет. И больные эти вот таким образом сосредоточивались в немногих центрах, где каким-то образом вот этот диалог между нефрологами и гематологами осуществлялся, в том числе в центре, откуда представлен этот доклад, ну и вот в нашей клинике тоже. Ну и, наконец, вот эта рабочая группа, которая международная много-много лет работала, наконец пришла вот к возможности смены концептуальной, да, и вот эта вот программная статья группы авторов, возглавляемой Нельсоном Ленгом, да, когда моноклональная гомопатия более не является не имеющей значения, да, вот от этого все пошло, и если мы видим, что пара протеин есть в почке, и он эту почку повреждает, то мы больше не говорим о моноклональной гомопатии неопределенного значения, а говорим о моноклональной гомопатии ренального или почечного значения и рассматриваем ее в группе состояний, требующих химиотерапии. Это долгая история, это была долгая работа. Опять же, я не буду подробно, так сказать, эту картинку, тем более, что статья выложена в свободном доступе, и все, кто пожелает, смогут с ней ознакомиться, да, речь просто идет именно о том, да, что вот есть манифестные онкогематологические заболевания, секретирующие секреции пара протеинов, по-прежнему есть моноклональная гомопатия неопределенного значения, и есть вот эта вот субпопуляция, когда злокачественности нет, а поражение почек такое серьезное и тяжелое, что требует проведения химиотерапии. Никто же ведь теперь уже не сомневается, что нужно лечить аэлямилоидоз, без всякой даже мейломы. Ну, он же не единственный, их довольно много, и вот этот термин моноклональной гомопатии ренального значения, он объединяет огромное множество состояний, и последний, совсем вот последний консенсус 19-го года, этой группы международной, ввел сюда же тлеющую мейлому, тлеющую макроглобулиномию Вольденстрема, и вот то, о чем тоже сегодня уже неоднократно говорилось, это низкоактивные неходшкинские лимфомы. Если по гематологическим критериям они химиотерапии не требуют, но есть признаки поражения почек, эти пациенты должны получать химиотерапию, и, собственно, смысл вот этого консенсуса, как международного, так и нашего российского, именно в том, чтобы дать в том числе и некоторую юридическую основу, потому что до сих пор, к сожалению, все, что мы предпринимаем в рамках химиотерапии этим пациентам, это все, в общем, более или менее нелегальная подпольная деятельность. Я уж не буду, так сказать, раскрывать, как именно образом мы это дело осуществляем. Ну и вот видите, как много разных парапротеиномических поражений наблюдается у пациентов с моноклональными гаммопатиями, и тлеющими миеломами, и вальденстремами, да, и АЭЛ-амилоидоз занимает, конечно, лидирующую позицию, но это далеко не единственный вариант, да, и поражаются и клубочки, и сосуды, и канальцы, и то, и другое, и третье вместе одновременно. И вот я позволю себе продемонстрировать, он тоже вошел в консенсус этот слайд, вот НИИ имени Павлова, 72 пациента, из них три четверти АЭЛ-амилоидоз, но остальная четверть – это все, что угодно. Это и болезнь отложения моноклональных иммуноглобулинов, это и проксимальная туболопатия легких цепей, и пролиферативный гламиролонефрит с моноклональными депозитами, и так далее. И наши собственные данные. Гораздо больший пул пациентов, но пропорция абсолютно одинаковая. Три четверти АЭЛ-амилоидоз, и четверть все остальное, и вот эти разноцветные части ломтики, этой диаграммы демонстрируют самые различные варианты поражения, обусловленные парапротеинамией. Для того, чтобы это диагностировать, естественно, нужна биопсия и очень тщательная морфологическая диагностика. Нужен диалог нефролога с морфологом, и нужен, конечно же, для того, чтобы вот это вот все диагностировать, нужен, конечно же, диалог морфолога, нефролога и гематолога. Потому что вот это, скажем так, клинико-морфологическая характеристика, но для того, чтобы сопоставить то, что мы видим в почке, то, что мы видим на уровне клеток костного мозга, и то, что мы видим в крови или в моче, парапротеинамию или парапротеинурию, тут один человек не может это сделать. Это должны делать как минимум три человека. Если не более, консенсус как раз и говорит нам с вами о том, что требуется мультидисциплинарный подход для того, чтобы А. Установить парапротеинамическую природу поражения почек, Б. Провести развернутое гематологическое обследование, С. Соединить все это вместе, и Д. Проводить терапию силами как минимум двух подразделений или двух специалистов для того, чтобы химиотерапия сопровождалась всеми видами необходимого симптоматического лечения, все с той же самой целью – дать пациенту возможность дожить до результатов этого лечения. Ну и, собственно говоря, на этом в интересах времени, хотя я могла бы очень долго об этом распространяться, на этом в интересах времени я закончу, и если есть возможность задать вопросы и на них ответить, то я с большим удовольствием это сделаю. Спасибо. – Спасибо большое Елене Викторовне, глубоко уважаемые коллеги. Кому угодно задать вопросы, время есть, минут 10-15 точно. И только, пожалуйста, либо Елене Викторовне, либо Торону Докладчику Максиму Валерьевичу. Пожалуйста. – Елена Викторовна, будьте добры, а вот синдром Гудпасчера, да, вот если я все-таки наблюдаю пациента и консультирую легочное почное поражение, в анамнезе был альвеолярный геморраж, я вижу явления, которые мне однозначно гламилуролонефрит не позволяют исключить. Я вот безотносительно, может быть, даже этого случая, хотя и эта модель, у меня первая мысль как бы была, насколько для вас это актуально, и как часто вы… – Спасибо большое, это чудесный вопрос, и я с огромным удовольствием на него отвечу. Дело в том, что синдром Гудпасчера в своем классическом виде, да, это антитела к антигену Гудпасчера, к фрагменту коллагена, почему они происходят, одному богу известно, но это поликлональные антитела. Не, ну там есть там грипп, там, не знаю, кокаин, там злостное курение и так далее, но это поликлональные антитела. И, конечно, легочно-почечный синдром в целом, да, это всегда алерт в смысле Гудпасчера, но только надо помнить о том, что Гудпасчер – это фульминантная болезнь одного удара в подавляющем большинстве случаев. И это одновременно быстро… У нас есть такие больные, естественно, ну, много довольно, да, это быстро прогрессирующая почечная недостаточность, быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность, легочное кровотечение, ИВЛ, диализ, и если сделать все очень быстро и очень правильно, то, может быть, процентов 70 выживут. Вот я бы так сказала. И вот в данном случае вот это вот медленное, плавное течение идеи, конечно, Гудпасчера очень сильно противоречит. Но не говоря уже о том, что 80% всех настоящих тяжелых легочно-почечных синдромов это вообще не Гудпасчер, это анциоассоциированный в эскулит, микроскопический полиангий. Но я потому что с таким удовольствием восприняла ваш вопрос, потому что один из вариантов так называемой анти-ГБМ болезни, а таково современное патогенетическое название синдрома Гудпасчера может быть спровоцирован парапротеином. И в качестве месцеления вот в этой табличке большой, на которой я подробно за дефицитом времени не останавливалась, анти-ГБМ поражение тоже присутствует. Да даже более того, скажу, у нас был один такой случай, очень давно опубликованный, именно такого варианта поражения. Это была мучительная диагностика, просто абсолютно мучительная. Поэтому, конечно, с одной стороны, да, при наличии легочно-почечного синдрома, среди прочего, мы должны рассматривать и Гудпасчер. С другой стороны, если это пациент с подозрением на какой-то гемобластоз, в том числе парапротеиномический, мы должны помнить о том, что парапротеины могут спровоцировать анти-ГБМ болезнь. Спасибо. И еще, будьте добры, ПЭТ-сканирование с флорбетапеном, которое, насколько я понимаю, коллеги в Санкт-Петербурге делают, и сэнтиграфия, когда мы все-таки транстеритиновый амилоидоз разделяем с АЛ. Насколько это актуально в Москве? Возможно ли? И взяли ли мы это в обойму как бы дифференциального поиска? Спасибо большое. Это тоже очень интересный вопрос. Вопрос дифференциальной диагностики амилоидозов – это огромная проблема. И, к сожалению, в Москве возможности делать это на регулярной основе у нас нет. Что хорошо умеют московские почечные морфологи? Они умеют заподозрить амилоидоз до того, как покрасят конга красным, потому что по канону амилоидоз – это диагноз, который морфолог должен увидеть до того, как он применит конга. Была такая школа в Москве в 70-е годы, когда все подряд красили конгой и везде в конце писали. Вот это мы сделали, 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 окраска конга красным негативна. И это почва для тех ошибок диагностических, когда перекрасили, и дальше 90% неврологических больных внезапно болеют амилоидозом. А вот если морфолог видит шипики, видит какие-то базальные мембраны, видит какие-то бесклеточные узлы, вот это повод точечно, прицельно применить окраску со всеми вытекающими из этого последствиями. А дальше что мы можем? Мы можем исключить или подтвердить амилоидоз, мы можем исключить или подтвердить аэлямилоидоз и понять, это каппа или это лямбда. И в этом смысле я абсолютно согласна с Аллой Михайловной, иммунофлюоресценция на замороженных срезах гораздо более удобный, практичный и информативный метод, за исключением тех случаев, когда имеются скрытые депозиты, которые надо обрабатывать проназой ну или другими так называемыми анти-джен-ретревел протоколами, а вот с транстеретином уже беда, это надо специально, и это надо посылать в Санкт-Петербург Ольге Алексеевне Воробьевой. Вот она умеет. Ну не знаю, ответила я на ваш вопрос или нет. Можно один вопрос? Спасибо большое, глубоко уважаемые коллеги. Пожалуйста. Да? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, место кинетического анализа при дифференциальном диагностике. Вот у патента амиллодоз, амиллодоз раздался на фоне периодической болезни. Периодической болезни. Когда вы догадываете и какое направление даете дифференциальному диагнозу? Вы имеете в виду, Анна Илья Ливоновна, уже поставленный диагноз? Нет, больной приходит уже с амиллодозом, а оказывается, что это на фоне периодической болезни. Ну, это вопрос, зачем? Если просто в клинике это одна история, если мы делаем на этом науку, это другая история. Пациенты с амиллодозом, это отдельная огромная тема, и среди них попадаются пациенты с генетическими аутовоспалительными синдромами, с Кастельманом, и у нас с вами есть такой совместный опыт. Недавно вот у нас прошла больная со склерозирующей ангиоматоидной гиперплазией селезенки, милопролиферативным заболеванием и амиллодозом. Мы описали этот случай в журнале «Онконефрология». Там была очень непростая диагностика и последовательность ассоциации патогенетических событий сложна. А если пациент приходит с нефротическим синдромом, мы его биопсируем, мы получаем амиллодоз, и пациент хотя бы ретроспективно удается извлечь из него характерную клинику семейной средиземноморской лихорадки, то для нужд клиницистов нам не требуется. Но, например, у нас была пациентка с амиллодозом и многолетней историей лимфоденопатии, суставного синдрома и так далее. совершенно не средиземноморского происхождения абсолютно, и каких только диагнозов ей не ставили, и туберкулеза, и ревматоидного артрита ювенильного, и инфекции микоплазменных, и таких, и таких пятых, десятых, и методом исключения мы заподозрили, что это другой вариант генетического ауто-воспалительного синдрома, а именно гиперэгд, и доказали это генетическим анализом. Причем это была не первая, а вторая по счету мутация из тех, которые бывают самые частые. Поэтому весь вопрос что за больной и что мы хотим с ним сделать и зачем нам это нужно. Спасибо. Спасибо большое. Кому угодно еще задать вопросы. Если нет вопросов, глубоко уважаемые коллеги и всем выступающим спасибо огромное за столь яркие доклады, эмоциональные было очень полезно и презентация и выступление докладчиков. И я с большим удовольствием передаю микрофон академику Поддубной Ирине Владимировне. Пожалуйста. Дорогие коллеги, Елена Викторовна, она уже ушла? Я здесь. Ага. Спасибо огромное. Я просто коллеги. Значит, первое. Я хочу принести свои извинения Виктории Владимировне, Галине Анатольевне и Вадим Валентиновичу и обращаюсь к ним с просьбой доложить свой случай на следующем лимфоруме. У нас известны уже даты 25-26 сентября. Это Нижний Новгород. Просто в связи с тем, что мы исчерпали время, а тот случай, который был представлен и все возможные обсуждения его, не хочется делать не так качественно, как сделано все остальное. И я не сомневаюсь, что этот случай выбран, потому что он интересный. И давайте его перенесем. Простите, пожалуйста, докладчики и эксперты. Ну, вот с такой просьбой я к вам, как организатор, обращаюсь. Спасибо за понимание. И, наверное, мы с вами заключать будем, делать, так сказать, уже это сейчас. И я хочу сказать, что в очередной раз убеждаюсь, я с этого начинала, когда открывала лимфорум, онкогематология является не только наиболее быстро развивающимся разделом клинической онкологии, но и максимально интеллектуальным. Вот наш лимфорум в очередной раз это доказал. Во-первых, этот лимфорум такой достаточно разнообразен по тематике. Мы уже выходим из рамок того необходимого уровня и глубины знаний, с которым обращаемся и в котором работаем каждодневно. Мы действительно встречаемся с широким спектром проблем, а некоторые докладчики, знаете, мне это привело кучу сказать, это было как бы отражение мук принятия решений в той или иной клинической ситуации. Поэтому, наверное, вот мне хочется только еще раз подчеркнуть высочайший уровень всех экспертов, который был при том разнообразии тем, которые мы заложили. И если мы раньше и по-прежнему это делаем с огромным пиететом относимся к нашим морфологам, которые всегда являются для нас примером вот этой глубины и фундаментальности, то на сегодняшний день все клиницисты демонстрируют хорошее глубокое всестороннее понимание проблемы, всех биологических особенностей, всех тех фундаментальных знаний, которые необходимы, чтобы выбрать лекарственную терапию сейчас и обосновать ее. Поэтому мне показалось, что лимфорум был удачен. Я благодарю еще раз, и вчера я делала это абсолютно наискренно с теми клиницистами, которые свои случаи представили. Поэтому мы можем заключать. Я благодарю всю команду поддержки ВТС онкологи, которые нам помогают оформлять и проводить это наше с вами мероприятие. Несомненно, спонсоров, потому что без них мы бы с вами не собрались. И, конечно, всех за терпение и интерес, за то внимание, которое мы на протяжении вот этих двух суток, включая субботу, сосредоточили, чтобы обсуждать те проблемы, которые были представлены. Спасибо всем огромное и до следующих встреч. субботу. Спасибо. 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 субботу.